Интересно было бы спросить о наших казахстанских степях и о том, как мы здесь празднуем на УРЭС у иностранца. И такая возможность нам сегодня предоставлена, потому что в гости мы пригласили великолепного журналиста, ведущего телеканала Каспионет. Он ведет на канале Каспионет программу, которая называется StepTales. Это журналист Джонатан Юэл. Встречаем Джонатан сегодня в нашей студии. Welcome to Jensavet. Oh, thank you. Джонатан, такой же такой, anybody here? Как фильм, anybody here? Привет, привет, здравствуйте, Джонатан. Поздравляем вас с праздником на УРЭС. Как вы? Ты Болсен. Рахмет, да, урэс, в Болсенберге. А как вы? Отмечаете уже этот праздник? Он знаком вам? Да, я долго уже жил в Казахстане и каждый год я встречаю с на УРЭС. Потому что это мой самый любимый праздник. Сколько лет ты уже здесь? 6 лет. Джонатан, а откуда вы приехали в первую очередь, нас интересует? С Англии. С Англии, да? Да. Ну, понятное дело, что в Англии вы праздник на УРЭС не отмечали. Нет, нет, не отмечали. Когда приехали сюда первый год, чем вам запомнился этот праздник? Что это было? Я помню, но это было странно первоначально, потому что я просто ходил на улице и видел, что все веселые, все едят на улице, как продают кожей, да, и паосаки. И был прекрасный день, потому что все отдыхали, конечно, солнце было в небе, очень красивый день. И я думал, ну, это хороший праздник, но я еще на это время не помню, что это. Новый год. Потом я узнал, что это Новый год, и я думал, что это уже четвертый Новый год в этом году. Почему? А ты восточный, китайский, Новый год? Нет, самый первый Новый год, потом Старый Новый год. Рождество, а Рождество? Нет, Китайский. Ваше сточство Рождество. Потом по России это у нас Новый год, 1 января, да? Потом Старый Новый год, Китайский Новый год. И на уроке. Нолиз? Да. А, я не считаю Рождество. Да. Да. И, значит, сегодня вы уже как-то отмечаете уже, это уже какая-то серьезная подготовка. Да. Вы не делаете дома на Орскожье, но я думаю, что вы... Нет. Скажи, могу я вам предложить чайнику? О, да, пожалуйста. Я хотела бы спросить, вы сейчас ведете программу, которая называется очень романтично, да? Степ Тейлз. Да. Степ Тейлз в степ. Тепный рассказ. Степный рассказ. Тепный рассказ. Да, это романтично. Что это такое, о чем вы снимаете? Ну, это путешественная передача про Казахстан, как документальный фильм. Я хочу показать всем мире, да, как Казахстан здесь, ну, через мои глаза, да? Потому что, что я вижу, это, что я хочу сказать. А поэтому мы поедем не только в туристическое место, но тоже, как обычное место, чтобы видеть обычных людей, говорить с ними и так далее. Мы были на Зеленый базаре, например, мы делали передачу, что ли этого, на Картабей, тоже туристические места, как Чарин. Чарин, вот я хотел сказать, вы там вот обязательно туда поедете, это же было супер, да? А, там как каньоны, да? Да, каньон, да, очень красивый каньон, очень великолепное место. Еще в таких местах, где-то в аулах, где-то познакомились с жизнью простых казахстанцев? Да, да, в аулах это прикольно было, очень, да. Слушай, а вот это, вы же по всем городам поедете, да? Там из Каменогорс, да? В Ческазган мы будем, да. В Шимкенте, следующий передач, мы следующий передач. Ой, там цепло, там яблоки. Да, да, яблоки, да. Мы поедем в Шимкенте скоро, в весне. Мы можно с тобой? Да. Хорошо, да? Мы так плаваем, на холдочке, улана на скрипочке, ясно, на графунчике. Да. Мы тоже будем на Мангишлаг. Вы там были или нет? Нет, я не был, но мы планируем поехать туда, потому что там очень много, очень мистериозных, тайных местах, да? Как Бекетата, мечети и так далее. И я очень хочу показать это. А почему именно Казахстан? Нет, это Октав? Вы же могли жить в Англии, как бы, я не знаю, вести репортажи оттуда. Почему именно Казахстан? Почему вы переехали сюда? Это интересный вопрос. Что такого необычного здесь? Да, ну, Казахстан, мало людей, но когда я приехал сюда, мало людей знал ничего про Казахстан, да? Я жил в Украине тоже, да? Украина, да, тоже хорошее место. Да, очень интересный, и я тоже путешествовал по областях в Украине, чтобы видеть такие районы. Кто тогда был президент? О, президент, а это было когда время революции, да? Да, оранжевая революция была очень интересная на это время. Ты не боялся? Ну, нет, не боялся, но было чуть-чуть как странно. Да, на метро особенный, да, везде оранжевый, но как оранжевый свет. И все синий в Крыму, и оранжевый в Киеве, очень странно. Но было хорошее время. Вы были на Украине, потом вы приехали в Казахстан. Да, да. И Казахстан, ну, как сказал, я хотел вот видеть советские страны, да? Как Казахстан, Узбекистан. Да, да, поднимаются. Да, да, и так далее. И показать, как это страны здесь. Как развивать демократия, да? Да, и вот Казахстан это самый легкий выбор. Большая страна, события нормальные здесь. И я думаю, что чтобы делать свои дела, это будет лучше делать здесь, чем в других странах. Я же говорю, я просто. Хороший, а то это не бизнес. Да, совершенно все открыто, да? Я говорю, что Казахстан далек от бизнеса. Вас интересует же сама культура, традиции. Да, да, да. Да, он же не бизнесмен. Он знает, он подсказывает англичанам. Все это, как культура, очень интересно для меня, потому что я хочу показать все это. Потому что это очень интересно здесь. Русская культура, казахская культура, корейская культура. Все вместе здесь, да? И это очень богатые многие иностранцы, чтобы видеть все это. Да, спасибо большое за это прекрасное замечание. А вы хотите, в принципе, здесь остаться и жить надолго? Угу. Это его... Я думаю, что это искреннее желание Джонатана остаться в Казахстане. Да. Делать и снимать здесь фильмы. Я думаю, что вы совсем скоро выучите и казахский язык, да? Угу. Все может быть... Вот именно. Я еще раз хотела бы вас поздравить с праздником. Спасибо. Так быстро прилетело наше время, время нашего общения. С интересными людьми всегда так. Да, с интересными людьми всегда интересно общаться. Опять и очень интересные. С интересными мужчинами, скажите, пожалуйста, не уходите. У меня там подождите. Наурас Хуту Волсон, я желаю вам всего самого наилучшего. Пусть Казахстан будет действительно землей благоприятной, землей гостеприимной, гостеприимной, которая вас, как это говорится, просто по-русски, так говорится, приютит, окажется для вас, согреет вас и окажется для вас второй родиной. Всего самого вам хорошего, успехов вам в работе. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Спасибо большое. Это был Джон Каньюэлл, ведущий телеканала Каспионет. Давайте еще раз поаплодируем. Спасибо большое. Спасибо.